Продолжение следует 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 здесь возможно я не рассказывал может быть рассказывал но я повторю вот есть важное важное понятие как раз при разговоре о путях к файлам важное понятие текущий каталог текущий каталог это такой каталог с которого мы берем файлы если мы указываем относительный путь они они не абсолютно не помню вот если мы указываем полный путь то он считается от корня файловой системы а если мы указываем относительный путь вот он считается от текущего каталога то есть если мы сделаем что-нибудь такое сис-стат значит ос-стат ос-стат о я точно знаю что у меня есть в текущем каталоге файл о потому что я когда завожу временный файл вообще называется обычно о а если надо второй временный файл завести он называется обычно о или 1 его вот он есть да так вот обратите внимание на уникальный идентификатор нашего файла это его спрашивает почему на вроде на варде короче на винде видимо путь с обратными слышами сейчас расскажу значит да так вот обратите внимание на уникальный идентификатор этого файла о ты вот так называемый и not этого уникальный номер файловой системе так вот я хотел сказать что поскольку у нас текущий каталог home george и имя файла в этом в этом каталоге о если мы указываем относительный путь тонн мериться вот отсюда это означает что если мы вставим одно в другое вот так вот то это будет абсолютно тот же файл видите у них совпадают идентификатора полный путь относительный путь покажется это было в прошлый раз но я решил напомнить отвечаю на вопрос поэтому прок значит когда компания microsoft то я сама сделал то ли у кого-то купила я сейчас уже не вспомнил самую первую операцию версия операционной системы ms dos ну dos это точно купил потому что их было много разных был кроссов дождь был объем dos был еще какой-то dos разные они были так вот это было в середине конца прошлого столетия и договоренности о том как устроены иерархические файловые системы у которых есть каталоги под каталоги и так дальше и что является разделителем в этих потолок особо не было точнее так в операционных системах семейства юникс который к тому моменту существовали уже в общем довольным давно использовалась такая нотация в операционных системах более дешевых и простых типа cpm используют другая нотация и в общем думали 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 и решили что в досе будет обратная косая черта вас когда из операционной системы dos начали вокруг нее наводить оболочку windows который windows 3 1 разумеется все все файлы объекты в нем были в ней винда все были как в досе с обратной косой чертой когда вместо windows 3 стал windows 95 и и же с ним в нем было большой уровень часть очень большая часть операционной системы 16 разрядной досовской она поддерживала только такие пути короче говоря это legacy вот как свое время придумали в досе так и осталось вот слава богу в питоне вы можете использовать вот и это вы можете на винде разумеется в макоси ну и разумеется в линуксе вы можете и в других операционных системах тоже вы можете использовать нотацию с прямыми слышами они с обратными все будет работать обратные слыши к тому моменту уже много где значили то же что они значит в питоне и в линуксе дэр до санит эрдос херкеттер дэ один из самых лучших был дос очень много где обратные слыши используют для экранирования да вот в частности они в юнексе использовались 60-х годов до него многих в языке программирования си тоже вот ну и в питоне тоже то есть мы уже помним что обратный слэш у нас играет играет совершенно другую роль вот чёрт пейнер пейнер это моя любимая команда когда я часто пишу вместо команды принят не знаю почему вот видите почему в те поры когда в дождь зарождался решили что там будет бэкслэш я вам ответить не могу это явная несовместимость с языком си с многими конвенциями в других языках вот ну так устроена винда что могу сказать вот значит мы уже знаем что там в windows используется одновременно в операционной системе 3 а то иногда и 4 кодировки ну вот одна из это все дар совместимости да чтобы вот обязательно все работало любые 16-разрядные приложения кстати они уже не работают 16-разрядные приложения не работает а пути как были так что-то я заговорился вот кстати сказать ответ на вопрос python прода и это модуль который называется о спас который позволяет вообще отказаться от этого знания про то что является разделителем и пользоваться исключительно исключительно вот видите исключительно кроссплатформенным способом то есть можно же так сказать ос как там пас пас сев и вот на одной операционной системы будет такой а в windows там будет два бэкслэша в смысле бэкслэш да и вы можете сказать что-то типа ос точка пас точка джоин ну и там не знаю оске от cvd о о видите обратите внимание на то что в этой команде все настолько кроссплатформенно что мы в общем не знаем как у нас какие у нас эти самые разделители слэш или бэкс то дмитрий подсказывает что есть еще модуль по флип мы в него заглянем одним глазом но я не уверен что мы сможем использовать из него примеры прямо сегодня на этой лекции вас но если мы сможем попад потыкаем в него он да он еще более высокоуровневый позволяет работать с ну не делать все вот это руками вот но в принципе модуль интересный и о спас точно тоже интересно там есть всякие штуки как common префикс вот это все интересные штуки а собственно то чего я должен был рассказать в прошлый раз но почему-то не рассказал вам всем папа не рассказал потому что завоялся значит командные строки там операционной системы но по прошествии время решил что становится все таки нужно сделать и это взаимодействие с операционной системой когда мы передаем запущенной программе параметры прямо из командной строки смотрите мы с вами до сей поры всегда писали программы таким образом что они запускались сначала а потом поставок не запустились чего-то такое вводили с экран ну или когда мы делали домашки по на и джаджи соответственно вводили просто стандартного ввода этот вот им скажу не джадж как вы видите очень много команд в командной строке не видите сейчас увидите ну не знаю там очень много команд в командной строке выглядит так команда и дополнительные параметры вот например календарь за три месяца вот например календарь у которого дата начинается в неделю начинается с воскресенья вас еще бывает календарю которую порядочен сейчас вот это вот вот это как минус х означает покажите мне помощь по параметрам командной строки тут кого вертикальный да вот вам пожалуйста календарь у которого в русском стиле что называется у которого дни недели стоят слева до дат сверху вниз вот обратите внимание на то что вся вот эта штука устроена так же как в питоне командная строка мы перед вызываем некоторую команду и этой команде передаем передаем некоторые значит дополнительные параметры да там уеха куку это значит вывести куку а если мы допустим скажем ехами и здесь скажем что-нибудь вот такое вот то она мы скажем команде их а дорогое эхо у тебя тут встретиться специальные символы первых слэш табуляция интерпретирую их вот она их интерпретирует и так дальше и так дальше мы сейчас не будем углубляться в то как работает командная строка в разных операционных системах важно что для наших с вами целей мы можем например отсюда запускать питон что собственно мы будем прежде чем мы этим займемся сейчас мы сменим текущий каталог вот сюда вот обратите внимание что мы поменяли текущий каталог на вот такой теперь значит все файлы которые лежат в этом каталоге у нас будут считаться без пути вот давайте мы это мы это подтвердим смотрите нет где-то cvd сказал вот видите вот pvd команды командной строки линукса или cd команды с команды строки винды равна вот в питоне есть соответствующая в ос комп функции который называется герц его ну вот давайте мы напишем как простейшую программу но не знаю даже с помощью айдла ее напишем жмяк чё не является каталогом а понятно значит надо сначала его создать но хорошо создание вот мы пишем новую значит программочку в которой мы должны что сделать вот здесь вот мы должны получить парамет получить там не знаю два значения перемножить их плохая идея давайте мы что ли проверить две строки две строки путь имя существует ли файл путь имя отлично давайте сначала решим его без командной строки напишем так значит путь ну да значит импорт импорт ос пас равняется импут первой нэм равняется импут второй ос стат для начала просто принт напишем остат чего остат надо объединить надо объединить пас пас джои объединить значит нашу путь и и наше имя тем самым мы сейчас узнаем что там мы что нам стат расскажет вот для начала так для начала так все хорошо запускаем значит допишем как мы сказали аргус точка пыль значит пока мы еще вот он нам вводит путь бумс ага нам не годится сейчас ос и а exist какой-нибудь exist здравствуйте ос пас exists во вот надо что было проверить не это давайте поменяем нам стат не нужен нам нужен ос пас 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 exist с мяк флос отлично запустим теперь в правильном порядке это что-то это дубль 2 home george это у нас путь имя о true вот пожалуйста мы написали эту программу значит программа проверяет существует ли данный файл но теперь мы возвращаемся давайте мы отсюда выйдем или вернее сделаем не так мы запустим эту программу в фоне значит еще одна фишка линукса терпите у нас а хорошо ладно ой 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 какая ой какая гадость понятно что-то я где-то запятую вместо точки поставил кстати еще одна команда командной строки такая же точно есть в питоне для того чтобы переименовывать фон в общем давайте мы пока запускаем вот так вот откроем наш файл который arcs вот он и будем его модифицировать а вот эту штуку мы пользоваться не будем мы вместо командной строки будем запускать вот здесь вот будем писать python 3 или просто python у меня теперь они оба оба указывают на питон 3 arcs точка значит здесь мы вводим ну что там у нас home george о такой файл существует о вот пожалуйста значит чего здесь мне не нравится я бы хотел писать не так я бы хотел писать вот так вот а дальше здесь home george и о да вот два и пути имя ну такая задача на самом деле понятно что можно было писать и вот так но но окей да пускай будет понятное дело что пока я не модифицирую свою программу она работать не будет надо уметь вот эти строки вот эти две строки получать прямо здесь в программе и это в общем легко сделать давайте мы сначала напишем этот эта штука называется sys.argv кто учил язык программирования sys знает что argv это такая конвенция по именованию параметров функции main вот там два параметра функции main arcs и argv arcs это значит количество параметров argv это сами параметры в виде строк переданные программе и соответственно вот здесь можно написать просто пас равняется sys.argv первое а name sys.argv второе вот давайте мы еще здесь напишем чек равняется вот это все фиг это было слово чек чек равняется вот эту вот всю фигню вот эту фигню ну просто потому что так будет понятнее о чем идет речь ой еще раз не те кнопочки нажал вот а здесь напишем чек и проверим что у нас при этом значит здесь мы этого сохраняем save а здесь мы его запускаем вот смотрите все очень четко что это такое princess argv в нашем argv приехало три параметра странно мы передали два кто третий а третий это название нашей программы видите значит вот это argv 1 это argv 2 а вот это argv 0 в argv 0 приехал название нашей программы вот вот этот первый параметр этот второй соответственно мы их поджойнили но я забыл тут вывести этот чек но я думаю вы поняли что получилось home george о да и теперь мы можем смело запуская прямо из командной строки проверять вот что-нибудь такое и даже и даже вот так давайте здесь вставим все-таки print check чтобы было понятно что именно тут ищем print check даже не так вот вот так вот для красоты да что тут нужно нажимать чтобы оно сохранилось ctrl s нужно нажимать вот даже вот так вот можно написать . ну и допустим о у нас тут тоже есть файл он лучше будет файл и . вот смотрите даже я не знаю говорил ли это или нет но . является именем текущего каталога и соответственно вот такой вот конструкция . слэш имя полностью эквивалентно вот такой конструкции просто имя и полностью эквивалентно вот такой конструкции сейчас скажу какой вот такой конструкции это все одно и то же это вот это и вот это вот да это только имя файла значит он будет искаться в текущем каталоге который get cvd это полное имя значит он будет отсчитан от корня файловой системы а это относительный путь относительно текущего каталога вот этот текущий каталог все это работает как видите обратите внимание на три вещи первое нулевым элементом нулевым элементом нулевым элементом нулевым элементом argv всегда является имя нашей программы вот вот здесь у нас произошло исключение потому что мы сходили к argv первому а его нету мы ему сюда не передали вот но нулевой аргумент всегда есть второе в c например параметров у функции main два argc и argv argc это количество элементов а argv это значит собственно сами параметры в питоне не нужно нет никакой нужды в argc вы всегда можете посчитать написать len от argv вот написать что-нибудь в этом духе да давайте мы здесь это все уберем и напишем так if len от argv не равно 2 ну напишем что-нибудь типа print давайте давайте по уму сделаем sys.argv 0 у нас всегда есть каталог имя файла и sys.exit вот так вот да еще ошибку один выведем смотрите что мы написали мы нашу программу модифицировали таким образом чтобы она ругалась если у нас если у нас неправильное количество параметров не равно 2 sys.argv sys.argv вот о хе-хе о а list out of range не равно 2 а не равно 3 соврал вот видите off by one типичная ошибка начинающего программиста у нас для корректной работы должно быть 3 3 3 параметра argv 0 это имя нашей программы argv 1 первый параметр argv 2 второй так что 3 здесь должно быть равно и вот тогда у нас все получится смотрите так не работает так тоже не работает и только так вот оно работает да о отличная идея вот мы написали такую системную утилиту абсолютно бессмысленную на питоне которая проверяет что два данных две данных строчки можно объединить в одну и получится путь к файлу и проверяет вообще существует ли он вот третье я сказал надо было запомнить 3 вещи я рассказал только про 2 третье что надо запомнить что в sys.argv всегда всегда приезжают только строки вот то есть не совсем бебкубива тут говорит что по уму с питоном работают только программисты на си это неправда но если вы хорошо знаете си вам питон покажется еще удобнее чем если вы его не знаете то есть очевидно что сам гвида отличный программист на си вот и какую-то часть способов думания на си он в питон принес так или иначе какие то какую то поддержку операционной системы в питон надо было сделать ну так сделано как на си вот только высокоуровневая вот поэтому да но в принципе есть огромное количество программистов на питоне которые вполне счастливы программируют на питоне ничего не знаю не про си не про эти ваши линукс вот и тут выяснилось что это мои слова но тем не менее как видите я не то чтобы от них отказался я всего лишь сказал что да вам будет удобнее программи еще удобнее программируют на питоне если вы знаете четырнадцатый год когда это было пять лет назад семь семь лет назад да ну вот значит что из этого нам сейчас понадобится ну сами увидите кстати раз пошла такая пьянка помните я говорил что у этого самого вот кстати смотрите как интересно здесь мы написали вот так ну вот так и получили в качестве вот тут вот получили относительно ими файлы так как мы его задали а здесь а здесь мы нажали f5 и получили в качестве вот этой штуки полное имя файла потому что этот самый айдл когда запускает нашу программу он запускает ее по полному пути так в общем некоторых операционных системах безопаснее видите разницу да мы нажали f5 здесь когда мы описали руками получили вот так а здесь оказывается оказывается при запуске айдл вставляет полный имя файл так вот помните мы говорили что у айдл есть прекрасная штука которая состоит в том что все пространство имен которые мы здесь вот задаем оно сюда к нам приезжает оно приезжает ах оно конечно приезжает только мы ни одного имени давайте давайте что нибудь сделаем да вот да все пространство имен к моменту выхода из программы к моменту вот этого сиса визит к нам приезжает вот сюда и мы его видим например видим тмп наш так вот я не знаю говорил ли я но я повторю это сегодня потому что это сегодняшняя тема что абсолютно такого же эффекта мы можем добиться если запустим питон питон запустим с еще одним ключиком может стать питом 3 на всякий случай с этим еще одним ключиком минус и интерактив обратите внимание что программа отработала во текущем пространстве имен все те имена которые мы тут вот поназадавали все те имена присутствуют да а мы можем дальше продолжать работать кстати по моему pt python так тоже умеет жму да вот видите как красиво вот обратите внимание на то что это вот это параметры нашему питону это мы питон запустили с ключиком минус и в качестве второго параметра выдали ему им программы а вот эти все параметры питон уже передал нашей программе как первый и второй такая вот неожиданная неожиданная штука вот оспав помнится я попытался попытался на лекции взять real pass я даже не помню у меня не получилось real pass кажется вернул то что было ну сейчас давайте попробуем поищем слоу фу во паслип холлил по словам фу 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 с фу фу Но имейте в виду, что у него есть всякие объектные интерфейсы, которые мы в лекциях для начинающих не проходили. Про объекты мы еще ничего не говорили. И, видимо, вон, видите, методы, паст. Короче, он объектный. Имейте это в виду. Возможно, это может вас запутать. Зачем мы говорили про командную строку вот здесь? Как мы с вами помним, в состав питона входит достаточно изрядненькое количество различных модулей. Давайте мы сейчас позакрываем лишнее. Позакрываем, позакрываем вот сюда. Все проще. Бибкубива спрашивает, через что идет взаимодействие с файловой системой. Через стандартную библиотеку SID. Фактически большинство того, что лежит в модуле SIS, большинство вот этого SIS, не SIS, OS, большинство того, что лежит в модуле SIS, это просто питонная обмазка соответствующих вызовов библиотеки SIS, которые чаще всего суть SIS-шная обмазка, ну, такая высоковырневая обмазка просто ядерных вызовов Linux-овых. Ну, или точнее стандартных позиксовых. Именно поэтому некоторые из этих функций написано, что они только в Unix работают, то есть они только позикс-совместимые. Но подавляющее большинство вот этого всего, это просто библиотеки SIS. Питон же у нас на SIS написан, по крайней мере, этот питон. Ну, и значит все эти модули, вернее все эти функции, которые он вызывает, они просто дергают соответствующие функции из Glepsi. Вот и все. Ну, точнее из вашей библиотеки SIS, которая, скорее всего, в Linux-е этой Glepsi. Да. Так вот, стандартные модули. Дело вот в чем. Мы с вами это уже знаем, потому что я приводил этот пример, когда мы говорили про документацию, но мы еще раз про это поговорим, что стандартный модуль может... Вот. Вот он. Да, вот мы где-то здесь у нас было использование... Вот. Вот он. Это пример с прошлого... Ой. Это Vim. Пример с прошлой, что ли, лекции, или с позапрошлой. Вот. Стандартный модуль. Помните, когда мы про документацию говорили? Этот стандартный модуль... То есть это не стандартный модуль, наш модуль, мы его сами написали. Вот. Он может быть запущен как программа, и тогда его имя будет main, и тогда запустится вот этот кусочек кода. Он может быть проимпортирован как модуль, и тогда его будет имя mu, и, соответственно, вот этот кусочек кода не запустится, потому что name будет равно mu. Вот. И мы с вами говорили, что такую программу, которая обмазана вот этой штукой, можно использовать и как... Ну, на самом деле, любую программу можно использовать и как модуль, и как программу. Просто, ну, тогда она выполнится. Но мы с вами, кажется, не говорили об одной такой вещи, или если говорили, я напомню, что есть три способа запустить программу на питоне. Первый способ, это мы его уже знаем. Это сказать вот так. Ну, и он там что-то сделает. Там что-то надо ввести. Вот. Да? Второй способ, это его проимпортировать, и потом вызвать что-то изнутри. Вот. А третий способ состоит в том, что мы находим соответствующий модуль, мы заставляем питона найти соответствующий модуль. Ну, давайте, Python, да? Import mu. mu. Ну, и mu. Что там у нас? Indata. Вот. Значит, а третий способ, он хитрый. Он говорит, питон, ты запустись, пожалуйста. Найди модуль там, где он лежит. Он не обязательно должен лежать вот здесь. Мы сейчас посмотрим, где лежат модуль. Но запусти его как программу. Бибкубева тут делает предположение, что питон взаимодействует с операционной системой через баш. Нет, как правило, нет. То есть, это было бы слишком не кроссплатформенно. Как правило, ничего кроме питона, для того, чтобы писать вам взаимодействие питона с операционной системой, не нужно. Единственная не кроссплатформная часть будет состоять в том, что некоторые питонные функции из там ОС, они настолько специфичны для конкретной операционной системы, что в других просто не существует, и имитировать их смысла нет. Да? Вот тогда они будут абсолютно не кроссплатформными, потому что они не будут работать в других операционных системах. Или наоборот, есть операционные системы, в которых чего-то не хватает. А так, в общем, нет. Вот стандартная библиотека C и питон. Все. Вот. Ну и ходьба к ядру через стандартную библиотеку C. Да. Так вот, значит, есть еще один способ, который будет состоять в том, что мы скажем питону «Найди мне модуль по имени mu и запусти его как программу». И это мало чем отличается от вот этого, за одним важным исключением. Где питон ищет модули? Например, вот сейчас у меня в текущем каталоге нету модуля, ну не знаю там, по рандам. Да? Тем не менее, если я запущу питон и скажу «импорт рандам», то он вполне себе проимпортится. Значит, он где-то нашелся. Ну, давайте спросим у линукса, где у нас тут лежит модуль рандам, вдруг он линукс знает. О-о-о-о! Это грех же. Или даже не так. Точка пуй. Вот он. Вот. На самом деле, надо было, конечно, спросить у питона, а не у линукса, где там этот рандампы, но этот интерфейс чуть более сложный, не хочу его прямо сейчас палить. Вот. Сами найдете, вам будет нужно. Соответственно, то, что мы написали «импорт рандам» вот там, в коде, привело к тому, что питон пошарился. Сейчас покажу, где. Давайте покажу, потому что это важно. Да? запустись уже. Запустись уже. «Import sys» «sys.path». Вот. Питон посмотрел во все указанные здесь каталоги, в каждом из них поискал, начиная с... ну, подряд, поискал, во-первых, что этот каталог вообще существует, во-вторых, что в нем есть либо модуль рандам, либо пакет рандам. Напоминаю, что пакет – это каталог, в котором есть файл blablainitblabla.p ну, да, blablainitblabla.py два подчеркнули, вот. Тогда он считает его тоже питоним специальным супермоделем. Да. И когда я нашел его, нашел он его вот здесь. Вот, вот, вот здесь он его нашел. Проимпортировал его оттуда. Что нам интересно в этом списке строк «sys.path» Во-первых, что у него в начале стоит пустая строка. Это значит, что по умолчанию первым делом питон ищет модуль в текущем каталоге. Вот. Ну, тут это какая-то моя настройка. Вот это вот очень интересная штука. Если успеем, в самом конце лекции мы посмотрим, как это работает. Питон может залезать внутрь массива, внутрь архивов zip и оттуда, прямо оттуда вынимать файлы, импортировать их. Вот это все. То есть, вы можете сложить все в один большой zip и пользоваться этим как программой на питоне. Вот. Ну и вот, значит, он нашел наш нужный randomp вот здесь. Так вот, клюшка минус m клюшка минус m ровно для этого и предназначена. Сначала найти модуль random, где бы он ни был, а потом запустить его как программу. Обратите внимание, что если мы говорим импорт random, ничего не происходит, а если мы запускаем его как программу, что-то происходит. Я вангую, что в этом модуле random сейчас будет вот эта вот самая строчка, if name равняется main, и в ней будет код, который вот это делает. Давайте посмотрим. Идет в конце. О, if name равняется main, что? Вызываем функцию test. Вот она, эта функция test. Вот они, эти самые, вот тот вывод, который нам только что, вот он, который нам только что выдал питон. Значит, третий способ запуска, это python-m, имя модуля. Модуль найдется, но запустится, как если бы он запускался как программу, то бишь main. То есть, на самом деле, мы могли бы за питон проделать всю эту, всю эту машинерию и написать вот так. Получили бы то же самое. Но так красивше. Вот. Это, что касаемо, что касаемо интерфейса с операционной системой и зачем я это все вспомнил. На самом деле, есть еще один трюк, который чуть более мутненький, но мы до него дойдем, когда тогда я его и покажу. Даже не трюк, а такой специфик, что ли, питоновский. Вот. Ну что, теперь давайте попробуем, попробуем взглянуть на эти модули. Это стандартные модули питона, которые распространяются вместе с питоном. У нас сейчас 3 девятый, давайте, давайте 3 девятый посмотрим. Вот. На всякий случай, а то вдруг я найду что-нибудь интересное, а потом не смогу показать, потому что у меня все еще 3 девятый питон сейчас на машине. Сколько их тут штук? Ну, раньше было порядка 200, сейчас стало чуть поменьше, потому что всякую легоси поудаляли. Вот. Но больше сотни явно. Про что эти модули? Вообще говоря, про все. Там есть какое-то количество совершенно неинтересного легоси, например, работа со звуковыми файлами IFF и IFC, которые, по-моему, использовались только на Sun Microsystems больше нигде. Вот. Есть ужасно полезные модули для крутых программистов типа реализации абстрактного, абстрактных базовых классов, соответствующий ПЕ. Вот. И также абстрактных статистических деревьев и всякой такой штуки. И есть, в общем, модули, которые нам так или иначе могут понадобиться в RealLife прямо сразу. Да? Вот. И вот про все это я пытаюсь сейчас, попытаюсь очень бегло рассказать. Тут есть такой пункт, как читать документацию. 20. Что я имел в виду? Ну, допустим, мы залезаем в модуль Array. Я не буду показывать, как он работает. Скажу только, что Array это такие специальные списки. То есть, он похож по интерфейсу, на списке с ним можно работать, как со списком. У которых вы заранее определяете их тип, причем определяете это с помощью довольно смешной команды. То есть, вы говорите, вот, хочу задать массив типа L. L это у нас Long End, я думаю. Так, знаковый целый. Вот. Или хочу задать массив типа целых, сделай, пожалуйста, его из у этой не целой, у это Unicode Charter. Окей. Сделай, пожалуйста, из этой Unicode-ной строки. Или сделай, пожалуйста, массив типа Double, Double, двойной двойной точности, из вот этого вот. Отличие типа Array от обычного списка состоит в том, что все элементы в нем однотипные, и это позволяет эффективно хранить его в памяти и эффективно реализовать всякие с ним операции. Вот. Как видите, я очень свободно мотаю, не пытаюсь прочесть все имеющиеся в этом модуле способы работы с той функциональностью, которую он предоставляет, а лезу сразу еще вот такие зелененькие квадратики с примерами, где более или менее видно, что происходит. Вот. Это к вопросу о том, как читать документацию. И если вы совсем не понимаете, о чем идет речь, то сначала... Ну, это вообще всегда нужно делать. Это просто я знаю, что такое Array. Если вы не до конца понимаете, о чем идет речь, сначала нужно прочесть введение. Что такое вообще этот самый массив? Вот. И тут, кстати, написано примерно то же, что я сказал. Только после того, как вы примерно поняли, что это такое, и посмотрели пример, как с этим тупо в черне работать, вы начинаете думать, а вот зачем это может быть нужно, а может быть есть какие-то функции. Ищите какую-нибудь функцию вот здесь, вот там, не знаю. Вот, fromBytes. Но fromBytes же умеет и так делать, да? Да, вот он, пожалуйста, видите? То есть вы можете передать ему этот сам байтовый строк. Помните, у нас были байтовые строки? А он сделает из него массив целых, например. Вот такая вот, вот такая вот, такой алгоритм. Значит, читаете, насколько это может быть вам нужно, читаете примерчики, читаете основное описание, вот, и дальше пытаетесь разобраться. Еще один способ работы с документацией, я тоже вам, в общем, демонстрировал, это вот эта вот плашка здесь. Плашка здесь, она устроена таким образом, что она ищет по всей документации питона, и я очень рубил раньше показывать один трюк. Дело в том, что этот поисковик, это ни разу не поисковик вообще. Это все происходит на стороне броузера, то есть поиском сайт docs.python.org не занимается. Вы можете установить, скажем, пакет с документацией на свой компьютер, я так часто делаю, чтобы она не разъезжалась, эта документация. Вы можете установить пакет с документацией на свой компьютер, поиск будет работать, никого в веб-сервере для этого не нужно. Вся вот эта фигня генерируется специальным движком по генерации документации, который называется Sphinx, и этот самый Sphinx генерируются индексы, в которых заранее уже вот такого рода результаты поиска, видите, можно проделать. То есть он смотрит по этим индексам и, значит, ищет слово Shell. Вот. Тем не менее, этот поиск работает очень быстро, он как бы показывает все, что есть. у вас в этом самом, и главное, он как бы работает всегда. То есть если есть броузер, работает поиск. Потому что он на джело-скрипте в броузере. А Shell это такой мод. Модуль, похожий на, помните, у нас был модуль DBM. И нам еще кто-то посоветовал Shell использовать вместо DBM. Ну, в общем, не знаю, насколько это хорошо. Это такой словарь, который хранится на диске в файле. Вот, видите, как он устраивает. Да. Вот это второй способ попытаться найти ответы в документации, зная, что поиск по документации, он, в общем, полный, и вас будет посылать в очень разные места. Видите, тут модуль Shell, здесь какие-то, какие-то вот с New, здесь DBM, который ссылается на Shell. Ну, в общем, вы поняли. Упоминание модуля Shell, сам модуль Shell, вот с New, Python 2.0, понимаете, вот такого рода тоже вам найдут совпадение. Дальше мы бегом, бегаем по модулям и пытаемся что-нибудь такое, что-нибудь такое из них выводить. Вот мы варе уже посмотрели модуль ArcParse и еще GetOpt. Это довольно сложный модуль для того, чтобы парсить хитрым-хитрым образом входные параметры, вот ровно те, о которых мы сегодня беседовали с вами. Сейчас я, да, вот ровно эти входные параметры парсить. Только у нас был, видите, какой-то очень простой способ. Взяли, ничего не сравнили, а просто так. А в действительности, если вы пишете утилиту для командной строки, там будут очень хитрые какие-то заморочки и, между прочим, да, то есть, промотал. То есть, видите, в действительности поддержка командной строки у самого Python, у программ на Python достаточно развесит. Мы это еще увидим сегодня. да, вот, соответственно, очень толстый, прям универсальнейший парсер командной строки, это модуль ArcPars, с которым трудно справиться, если у вас нет такой необходимости, но он есть. Так, ну, осинкло, смотрите, лекции, значит, совершенно, мы даже не будем, не будем этот самый, хотя нет, давайте что-ли, что-ли сделаем, что-ли, такой простенький модуль, который позволяет вам выполнять некоторые функции при выходе из питона, когда питон заканчивается, когда питон заканчивается, будет вызвана функция, которую вы зарегистрировали. Ну, смотрите. Пусть такая у нас кукоректно в конце, да? Так, импорт от Exit. Это было слово импорт, а я че сказал? Вот, от Exit, регистр by он там что-то вернул, мне кажется, этого достаточно. Да? Дальше мы что-то делаем, как-то работаем. А дальше мы выходим. Ну, Exit, да. О! И в момент выхода из питона наша кукарекающая функция скукарекала. Вот, собственно, и вся, вся фишка этого самого модуля от Exit. Из интересного вам... Помните, у нас была задача, в домашних задачках, это самое, бинарный поиск. Ну, так вот, в питоне есть модуль, который этим занимается. Так, к слову, имейте это в виду, может быть, он даже лучше, чем мы, это делает. Такие вот дела. Модуль календарь, я только сегодня узнал о его существовании, но он есть. Он позволяет работать с календарем, вычислять всякие даты, промежуточные значения, расстояние, как бы, интервалы, и все такое. В общем, он довольно хитрый, там можно даже как-то, видите, в HTML-варианте его что-то можно вызывать, HTML. В общем, много чего делать. Да? Мне сейчас, в общем, не очень это интересно. Я это в этот модуль решил потыкать. Ну, то есть, он умеет делать то, что он умеет делать. Вы задаете календарь, потом говорите, календарь вычисли мне там, все остальное. Но главное, что у него есть командная строка. Python минус m календарь. Календарь, я сказал. Тыдыц. Вот. Ну, и как бы это командная строка еще и со всякими дополнительными штуками. Напоминаю, что это всего лишь означает найти файл календарь.п и запустить его. Вот он нашел и запустил его. Там можно его, скажем, по-русски выдать. Да? А, еще кодировку. Вот так, да? Нет? Нет? А, минус е маленькая. О, пожалуйста. Тут, правда, почему-то все месяца то ли женского пола, то ли в родительном падеже, но это на совести локализаторов. Вот. В действительности, он предоставляет модуль хороший интерфейс для, видите, тут много-много-много разных функций для преобразования туда-сюда, относительных дат и так далее. Кстати сказать, есть еще один модуль, который называется DateTime, раз уж мы вспомнили. Вот он. Который я не собирался сегодня тыкать и, видимо, не успею. Который нужен для того, чтобы как раз вот эти относительные операции над датами производить. Там есть два понятия Time и TimeDelta. TimeDelta, это, скажем, один год. И вы говорите, прибавить мне один год к такой-то дате. Он берет и прибавляет один год к такой-то дате. Видите, тут можно кучу всяких операций над датами производить. Это очень важно, потому что там же надо учитывать эти самые визокосные года, все вот эти. Ну, короче. А вы говорите, он прям прибавит мне вот эту дату там. Не знаю. полгода к такой конкретной дате. Он прибавляет. Или вычти мне два года, посмотри, какая разница в днях у вас. Вот такая удобная штука. Главное, не путаться в датах и TimeDelta. Если у вас относительное время между двумя датами это TimeDelta, если у вас абсолютное время там абсолютное, то это будет, соответственно, просто Time. Вот. Чего тут еще интересного, может быть? Collections. Мы с вами уже смотрели в этот модуль Collections. Это вообще-то полезный модуль для хранения всяких алгоритмических штук, таких специальных объектов, работа с которыми требует особенных алгоритмов. Да? Вот. Я не знаю, упоминал ли я на лекциях, но есть такой специальный объект типа Dec. Это Dec. Это такой список, у которого дешевое добавление не только в начало, но и в конец, но и, соответственно, удаление. То есть вы можете, когда вы хотите сделать настоящую очередь, чтобы она быстро работала, то надо использовать Dec. Потому что добавление что в начало, что в конец, оно в случае Dec. более эффективно. Понятно, что она сама работает медленнее, чем обычный список, потому что там накладных расходов на поддержание вот этих двух концов больше. но зато но зато вот как бы в среднем добавление в конец или в начало в случае Dec. оно эффективно и работает констант. Вот. Что еще интересного есть? Ну, наверное, DefaultDict хорошая штука. Вот. Мы помним, что если мы создали словарик, то у него элементов по умолчанию собственно и нету, и нам надо пользоваться специальной конструкции Get, чтобы чтобы вот так получить. При этом, понятное дело, что этого тоже недостаточно. Мы должны для того, чтобы прописать еще этот New туда по ключу раз, два, три, четыре использовать SetDefault. Вот. Все это, в общем, немножко усложняет конструкцию. Вот. А вот если мы используем DefaultDict из Collections, мы должны указать ему, давайте посмотрим, DefaultDict, мы должны указать ему, кто будет создавать наши объекты по умолчанию, и у нас получится словарь, у которого за каким бы ключом мы ни сходили, сразу создается ему объект по умолчанию, как если бы мы ходили к нему вот так. Ну, давайте, скажем, кто будет создавать объект по умолчанию? Нам нужно имя функции, которая будет это делать. Имя функции. Ну, допустим, Str. Да? Str у нас, если мы им ничего не передадим, Str, я сказал, создает пустую строку, соответственно, у нас словарь D, у него, видите, конструктор инструментов, этих самых элементов по умолчанию, это Str. Да? Словарь D теперь будет выглядеть так. Видите, мы сходили за этим элементом, и он сразу туда добавился. По умолчанию он, разумеется, пустой, вот, но мы могли бы написать что-нибудь в таком духе. Напоминаю, что у словаря любой хешируемый элемент является ключом, у Default Dict Me исключение, мы могли бы написать так, плюс равно жжжи. И, пожалуйста, да? Что при этом получилось? Сначала нам создался элемент по умолчанию пустая строка, потом мы к нему добавили вот это асфазфаз, и потом положили обратно его в словарь D, раз, два, третий. Вот. Ну и так дальше. Вот такой инструмент. В общем, полезный, полезный склад разного рода структур данных и алгоритмов работы с ними, из которых вот Default Dict и еще Counter. Counter это одно из домашних заданий было, помните, посчитать там что-то где-то. Вот Counter этим на самом деле за вас занимается. Можно было с помощью Counter решить домашнее задание. Вот. Что еще интересного? Копия. Мы на самом деле с этим модулем уже работали, он нужен ровно для одного. Он нужен для так называемого глубокого копирования объектов рекурсивного. Помните историю со списками. Ну, история номер 0. Если вы написали вот так, разумеется, A и B это один и тот же список, вообще один и тот же. И вы можете написать что-то типа A первое равняется 100500 и получить, разумеется, да. Чуть менее очевидная история состоит в том, ну, вот PythonProc тут еще рекламирует Functools. Ну, Functools это для тех, кто как бы в программировании в общем разбирается. Ну, да, там много интересного Functools. Еще и Tertools поглядите. Там еще больше интересного в Tertools. Вот. Значит, есть более неочевидная штука, связанная с составными объектами, в том числе модифицируемой, которая заключается в том, что если мы берем вот, да, значит, как избежать вот этого? Ну, не надо делать так, если мы хотим, чтобы эти были разные, чтобы это были разные объекты. Надо делать вот так. А B равняется, скажем, A.Copy. вот тогда, да, это будут разные объекты. Они будут равны, но они будут разные. И, естественно, сейчас. Что такое-то? Ну, ладно. А, допустим, второе равняется N. Естественно, вот. но понятное дело, что никто за вас копировать внутренние объекты не собирается. То есть, если вы напишете что-то в таком духе A равняется раз, там, не знаю, 4, 5, 6, 7, 2, 3, то даже если вы сделаете A.Copy, вот этот первый, этот нулевой, это первый, первый элемент A и первый элемент копии будут ссылаться на один и тот же объект. Мы это проходили, я просто напоминаю. A точка копия. Да? То есть, A и B это разные объекты, A первое, A нулевое, это, скорее всего, одинаковые объекты, но это не страшно, потому что они константные. Страшнее то, что A первое и B первое это тоже одинаковые объекты, и поэтому, если вы скажете A первое, первое равняется 100500, ну только вот, то УМС, поскольку A первое и B первое это одно и то же, мы умс модифицируем эту штуку. Именно для этого существует модуль копии, который делает так, B равняется копии deep копии от A. Жмя. и вот теперь вот это false, то есть тут уже проявлен некоторый мозг, модуль копии проверяет, нельзя ли данный объект, не является ли он тоже хранилищем, который тоже можно скопировать, и рекурсивно создает такое новое дерево вот этих объектов, которые являются копиями соответствующих объектов от тут. Не самая простая штука, поэтому вынесена в отдельный мод. давайте я посмотрю, что у меня в плане. CSV у меня нет в плане, в общем, имейте в виду, что можно общаться с файлами в формате CSV довольно легко, и тут есть примерчики, короче, это такие таблички, где данные через запятую. Так, DateTime, Detect Classes, мы все... О, Deflip. Deflip довольно удобная штука, которая позволяет вам в удобном виде посмотреть различия двух текстовых файлов. Как правило, это нужно для исходных кодов. Вот. Сама библиотека там довольно хитрая, и ею можно пользоваться, смотри, примеры. Вот. Я в нее сейчас заезжать не буду, времени нету, и, в общем, она, видите, большая. у нее есть важный момент, как раз про который я хотел рассказать, который состоит в том, что к этой библиотеке предлагаются два скрипта, один называется div, другой indiv, которые где-то там лежат, сейчас найду, где они лежат, во, в некотором каталоге toolscripts.div.p. Для того, чтобы этот каталог обнаружить, он операционной системы специфичной, поэтому так просто вы его не найдете, вы должны найти, где это лежит. Давайте я попробую найти это в этом самом в Linux. Вот. Нет, не такой, как в Gite, он питоновский в Gite свой. О, как видите, он даже в двух местах лежит. А, ну, понятно, это исходники питона, это неинтересно, а вот здесь, вот, значит, для Linux достаточно очевидное системное место, что этот самый скрипт div.py для библиотеки div.lib лежит там же, где лежит основной дистрибутив самого питона. Да, значит, в других операционных системах будет примерно то же самое. Вот основное место, где лежит питон, слэш тул, слэш скрипт, слэш div. Давайте, что ли, проэкспериментируем с ним и поедем дальше. Значит, во-первых, давайте его просто запустим. К сожалению, его нельзя запустить иначе как по полному пути. Вот. Вот именно так он работает. Он говорит, чего? Разные параметры и, пожалуйста, два файла. Хорошо. Давайте два файла. Хорошо. Давайте два файла. Плохой файла. Ну, не знаю. Я просто хотел, чтобы было вот так вот. Но. И ООО. Мои два любимых файла. ООО. Давайте в этом что-нибудь поменяем. И теперь div. Значит, там у нас div. Да. О. Шмяк. Вот. Вот вам, пожалуйста, выведено содержимое этих двух файлов с указанием того, а какие, собственно, контексты в них изменены. Вот здесь вот восклицательный знак это означает. Ну, и дальше там можно пользоваться всякими дополнительными свойствами. Например, ключик минус у в более удобном виде покажет эти различия. Видите? Он говорит так. Значит, была такая строчка минус эта строчка плюс вот эта строчка. Ну, и так дальше. Вот. И, кажется, есть еще ndiv, но я им никакой жизни не пользовался. Он, по-моему, более узкий. ndiv. Давайте попробуем. Я, правда, не знаю, что он делает. Это примерно то же самое, как видите. Вот. Только видите, что там, ну, как бы, отличается только, в общем, оформлением этого синтакса. Это программы, которые входит в стандартный дистрибутив питона, который пользуется вот этим самым дифлипом. Ну, а самим, как им пользоваться, ну, посмотрите. Тут даже есть пример, как он, вот видите, программа его пользуется. Вот. Дифлип. Ну, кстати, есть еще модуль file.cmp, который предназначен для сравнения любых файлов, а не только текстовых, на всякий случай. Есть очень смешной модуль file.input, который предназначен для того, чтобы вводить данные прямо из файлов. Вы ему передаете список файлов или на стандартный ввод, а он прямо оттуда все вводит. Ну, в общем, это, наверное, не так интересно. Fractions мы с вами пользовались. Функтул за то, что тут рекламировали в чатике, мы туда не полезем. Getopt это еще один модуль для написания парсеров командной строки, более простой, чем ArcParse. Существенно более простой, чем ArcParse. Вот. Возможно, возможно, если вы не пишете слишком развесистый парсер, то надо начинать с него. Вот. Что тут еще интересного? Gzip для работы за Gzip файлами. Ну, вот, пожалуй, HTML. HTML. Тут, к сожалению, он оформлен как дерево классов, и мы вынуждены работать с синтаксом классов, которые мы не проходили в этом варианте лекций, просто не дошли до классов. Да? Но, в общем, идея понятна. Нет, идея непонятна. Давайте мы это копипастим прямо. Время у нас мало, к сожалению. только давайте мы заменим фид на что-нибудь типа import sys.org, и здесь напишем что-то типа sys.rgv, нет, open sys.rgv первое, sys.rgv. 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 Скормим ему всю... Вот. Что при этом произойдет? Открывающие теги HTML будут... Ну, давайте... Да, елки. А где он есть? Ну, вот... То-то-то-то-то-то-то-то-то... О! Во, какая-то хрень. Обычный HTML файл, да? Вот-вот-вот, HTML файл. Настоящий такой, прямо вот скачанный с сайта. Вот, какой-то. Да? А если мы у него натравим... HTML.parter из Notepadage... Чё-чё-чё-чё-чё-чё? А, господи! Вот я назвал его HTML, и он не заработал, потому что он нашел слово HTML. Прямо в текущем каталоге. Зачем я так сделал? Поторопился. О, пожалуйста. При каждом открытом теге он говорит Encounters Start Tag. То, что внутри сам Data, каждый закрытый Encounters Close Tag. Давайте ещё раз его посмотрим, пойдём дальше, а то у нас времени мало. Да? Открывающий тег Тег Закрывающий тег То, что внутри тега не является непомеченным тегом. Вот, пожалуйста, парс. Таким образом, можно обрабатывать всякие структуры такого вот сорта. Да? Вот это будет открывающий тег, а вот это закрывающий. Да? Вот это, соответственно, открывающий тег, а это закрывающий. Ну и так дальше. Да? Вот это открывающий тег, а это закрывающий. Ну, в общем, вы меня поняли. Обработка HTML. Ещё один модуль, которым мы, кажется, пользовались, а если не пользовались, то я его прямо сейчас отрекламирую, потому что это очень круто. И это HTTP. Собственно, это HTTP сервер, это клиент, HTTP cookies и там ещё всякие штуки, которые сейчас нам разговаривать не о чем. Модуль HTTP нужен вот для чего. Смотрите. Он нужен ради того, что Python умеет делать с ним минус M HTTP, то есть сервер. И у вас запустился HTTP сервер на вашей машине. Вот, если вы зайдёте на вашу машину по порту 8000, вы увидите содержимое текущего каталога. Давайте прям так и сделаем. Localhost 2.8000 Нет? Local, да? Моё типичное local. Так. Пускай здесь будет. Localhost. Да что ж такое-то? Localhost. О! Вот оно. Да. Вот. Смотрите. Да? То есть взяли и запустили. Вебсер прям не глядя. Можно файл скачать. Да? Вот. Вот он. Это наша программочка, которую мы только что написали. Вот. Это нужно для того, чтобы оперативно кому-то раздать какие-то файлы. Вот прям если, конечно, у вашего товарища есть доступ до вашей машины напрямую. Да? Под Firewall, конечно, не работает. Вот. Что еще интересного? Блин, времени нифига нет. Давайте я посмотрю, что у меня тут в рекомендованном. PrettyPrint, P-Doc, Random, TempFile, Zip, TK-Inter, ZipUp, Turtle. Хорошо. Значит, у нас осталось всего совсем мало времени. Давайте что еще? Про P-Doc мы уже знаем с вами. Да? Он тоже умеет работать с сервером. Возможно, не знаем. Нет, по-моему, это было в прошлый раз. Да? P-Doc. Ну, допустим, ну, не знаю, там, HTTP сервера. А, он пустой. Да. Хорошо. Наш модуль муточка P. Что, нет? Нет? А, на носке характер, говорят. Это как? А там по-русски, что ли? Да. Nokia, фиг с ним. P-Doc, ну, не знаю, там, что мы сегодня смотрели. Календарь. Да? Вот. И P-Doc умеет работать, умеет работать сервером. Мотов, умеет, ну, какую прикрептуху немного, в течение трех минут прикрептуху немного, но что говорить, дорогой, дорогой Бекубевар. Вот, значит, про T-C, я пропущу, у нас был небольшой разговор про эту штуку, просто помните, что удобная вещь, этот самый T-C, для того, чтобы часть визуализировать. Вот, пожалуй, пожалуй, я тем не менее покажу одну штучку, несмотря на то, что времени очень мало. Она такая немножко обратная, начало сегодняшней лекции, а как вообще обойтись без ввода, как заставить пользователя вводить не из командной строки, а через какой-нибудь уй. Вот, значит, да очень просто. Говорите import tkinter.filedialog вот, и говорите tkinter.filedialog .ask open openfilename, допустим. Жмяк. Вот он вам говорит выберите, пожалуйста, имя файла. Вот мы выбрали имя файла, и вот он его вернул. Вот как, ну, это понятно, это открытое ткшное окно, оно исчезнет, как только мы выйдем. Вот. Вот как, например, спросить у пользователя файл. Да? Вместо того, чтобы заставлять его что-то набирать, вы можете открыть окошечко, и в этом окошечке. Вот. Еще в tkinter есть просто диалог. Диалог, я сказал. импорт. Вот. У этого самого tkinter диалог есть. Забыл. Окей, фиг с ним. Хотя бы покажу месседжбокс, а как там диалог вызывается. Я, честно, не вспомнил, но это есть. Ну, извините. Тороплюсь просто очень. Импорт. Только импорт сказать надо. Импорт. А, это модуль. О, вот они тут. Вот они все. Ask, yes, no, ask, ok, conceal, ask question. Все. Вот они. Да, нет. Задал вопрос, да, нет. Вот. И тут, не бойся, какой-нибудь импорт есть. Шоу-инфо, шоу-ворнинг. Ну, в общем, вот они все. Жмяк. Инфо. В общем, вот. Туда вам и дорога. Так, время приходит к концу, но мы тоже подходим к концу. Я, конечно, поторопился, но у нас осталось на самом деле... Я не знаю, говорил ли я про модуль random активно. Если не говорил, извините, сейчас времени про него рассказывать нет. Он очень удобный, там можно много чего сделать. Посмотрите на Unix.org на сайте. Там про Python random написано очень много. Я думаю, что... И там все достаточно просто. Я думаю, что по большей части не нуждается он в отдельной лекции. Вот. Я хотел показать еще две вещи и на этом, собственно, закончить лекцию. Как я уже говорил, есть модуль zip, который позволяет... Ну, не zip. Он... Либо zip.info, либо zip что-то там. Вот такое zip. Zip.up и zip-файл. Да, вот есть модуль zip-файл, а не zip, который позволяет залезать в zip-архивы. И более того, вам вообще не нужна утилита для работы с zip-архивами, потому что... Потому что вот это. Смотрите. у меня много zip-архивов. Это да, это надолго. Ну вот, например, да? Python 3 минус mzip L list. Ну, не zip, а zip-файл. Минус L. Вот, пожалуйста. Вот вам просмотр содержимого zip-архива из питона. Причем это из командной строки питон. Видите, он вызывает zip-файл. Абсолютно очевидно, что то же самое можно сделать и просто кодом на питоне. Просто почитайте, как написан вот эта штука в zip-файле. Вот. То есть, если у вас нету zip под рукой, но есть питон, то он отлично зазиповывает, раззиповывает. Вот это все. Еще более интересная штука это zip-ап. Времени у нас уже нету. Давайте я поищу, если у меня есть ку-ку. Нету. А, есть. Есть. Отлично. Смотрите. Вот у нас есть программа, написанная на питоне. Она должна оформляться как так называемый пакет. Пакет это штука, у которого есть слово main в еще init. Ну, короче говоря, если у вас есть каталог, внутри которого есть файл под названием init.p main.p Вот он. Print.co.co. То есть, с такого каталога вы можете сделать zip-архив. Там будет много разных файлов быть. Не один. Вы можете zip-архив сделать вот. Получится файл под названием kuku.pyz. Он сам по себе zip-архив. То есть, в нем лежит вот это. Вот. Смотрите. Да? Вот он. Но хитрость состоит в том, что его можно запустить питону. Он залезет туда, выполнит, проимпортит все модули, которые там внутри лежат. Короче говоря, он будет работать с zip-ом, как с файл-системой. Все. И последнее. На этом, собственно, все. Возможно, возможно, я этого не говорил, но у TK-Inter, который с кнопочками, есть специальный модуль для работы с такой игрушечной черепашей графикой. тоже входит в стандартную поставку питона. То, что вы сейчас видите, это undo. То есть, он сначала выполнил команды на экране, а потом развыполнил их обратно. Вот. Да. Понятное дело, что ду-модуль совершенно игрушечный. У него есть несколько интересных свойств. То, что вы видите, это не растровая графика, векторная, поэтому undo работает. Его можно импортировать, например, в PostScript файл. Смотрите, одна черепаха другую нагнала. Вот. Опять они демонстрируют возможности undo. Вот. Соответственно, он совершенно игрушечный, понятное дело. Но свою функцию по-быстрому что-то визуализировать он выполняет. Важно, что он входит в стандартную поставку питона. Все это прямо из коробки работает. Бум. Говорит, кликми. Сейчас я накликнусь. Все, закончилось. Вот. И если не изменять память, есть еще вот такая штука. Вы говорите, выберем какую-нибудь картинку, ну скажем, Forest Start. Фрактал рисует. Это тоже фрактал мозаика Penrose. Вот. Довольно много кода. Вот тут справа слева прямо написан код на питоне. Справа что он делает? Довольно удобно все это изучать. Ну, что еще? Так, давайте стоп-то. Стоп. Ну, что еще там? не знаю. Просто радугу какую-то рисует. Да, это было, это было фрактальное дерево, совершенно справедливо. ну, короче, вот. Это уже какое-то... Ладно. Все. Давайте мы на этом закончим. я вот к чему. Модулей в питоне даже в стандартах довольно много. Очень часто те задачи, которые собираетесь решать, решаются прямо так оттуда. Вот. Про то, как работать с внешними модулями, не входящими в состав питона, мы поговорим в следующий раз. Я знал, что вам понравится. Да. Ну, хорошо. Поскольку вопросов так и не возникло, оставшихся, вроде бы я на все остальные ответил, тогда всем спасибо. До следующих встреч. Следующая лекция, видимо, последняя в этом цикле. Вот. Так что, в общем, все.